Привет, это Анастасия Брюханова и сегодня в нашем выпуске, как обычно, сводка боевых действий с картой, а также Помощь в Украине откладывается на неделю. Почему один сенатор заблокировала решение всего Конгресса? Разбираемся вместе с Washington Post, Wall Street Journal и Guardian. Во Франции озаботились состоянием собственной армии на фоне войны в Украине. Издания Le Progrès и Le Croix рассказывают о головной боли французских военачальников. Как России удается зарабатывать больше, чем до войны? Анализ ситуации от агентства Bloomberg и журнала Economist. Иран, несмотря на санкции, становится главным хабом в торговле между Востоком и Западом. Independent рассказывает, как же так вышло. Чего боится Германия? Bloomberg объясняет, почему ФРГ так нерешительна на фоне войны в Украине. И в конце выпуска снова поговорим о котах. Правда, в этот раз они большие. А еще мы, как всегда, посмотрели для вас весь YouTube и знаем, зачем следить сегодня. Если вам нравятся наши выпуски, подпишитесь на канал. Я по статистике вижу, что многие смотрят его без подписки. А выпуски мы вообще делаем каждый день. И подписавшись, вы их точно не пропустите. Ну, мы начинаем. Начинаем мы, как обычно, со сводки боевых действий в Украине. Обычно мы следим за четырьмя направлениями, но сегодня рассмотрим пять. Это направления Севернее Харькова, Изюм-Лесичанск, Мариуполь, Южный фронт и Донецкий фронт. В направлении Севернее Харькова значительных движений фронта нет. По данным Генштаба ВСУ, российские войска сосредоточили основные усилия на отводе своих подразделений от Харькова. Они обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая. Мы ожидаем подтверждений и дополнительной информации. А пока переносимся к другому направлению. Изюм-Лесичанск. Тут продолжаются очень активные бои в районе Изюма. Обратите внимание, у нас в прошлом выпуске карта неверно отражала положение Северодонецкого и Водовки и Рубежного относительно реки. Сегодня все поправили, карта корректная. Сервис спутников НАСА показывает почти непрерывные зоны обстрелов на линии с запада от Изюма до Северодонецка. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы перебросили в эту область дополнительную технику и одну батальонно-тактическую группу. Также, передает Американский институт изучения войны, они пытались атаковать Александровку и Новоселовку, это к востоку от Изюма, чтобы закрепиться на восточном берегу реки Северский Донецк. Но закрепиться не получилось. Судя по всему, российские войска отказались от широкого окружения украинских сил от Изюма ради меньшего окружения войск ВСУ в районе Северодонецка и Лесичанска. Американский институт изучения войны пишет, что, вероятно, армии России удалось захватить рубежное. В последние дни вокруг этого населенного пункта шли активные бои. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские силы частично удерживают населенный пункт. Однако некоторые украинские военные сообщают о контроле лишь над участком съезда к трассе. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские войска также накапливают силы в районе Попасной, чтобы начать наступление. На другом направлении в Мариуполе ситуация на ЗОВ-стале все еще сложная. Штурм предприятия продолжается. Советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал фото, на котором видно, что российские военные уже находятся на территории комбината. Они пытаются теперь штурмовать его и по земле. Силы России также постоянно используют авиацию, корабельную и ствольную артиллерию, танки и другое вооружение. Вот на вчерашних фотографиях видно, как российские войска ведут огонь по защитникам завода из тяжелого 240-мм самоходного миномета «Тюльпан». Андрющенко также предположил, что российские власти готовят город к присоединению к России. Известно, что на территории разрушенного от удара драмтеатра ведутся восстановительные работы. Maxar Technologies опубликовал спутниковые снимки, на которых видно последствия бомбежки здания. По последним данным, в подвалах театра могли погибнуть 600 человек, которые там прятались. Тем временем, вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала о переговорах об эвакуации военных, в первую очередь тяжело раненых, с территории Азов-Стали. По ее словам, посредником в переговорах с Российской Федерацией согласилась быть Турция. На Южном фронте без перемен. В последние дни российские войска пытались укрепить свои позиции западные Херсонов, чтобы продвинуться ближе к Николаеву. Неофициальные российские источники пишут, что ВСУ готовит наступление на Николаевском и Криворожском направлениях силами двух механизированных бригад. Якобы они провели ротацию личного состава, встретили подкрепление из территориальной обороны и получили вооружение западного производства. Сообщается, что с аэродромов Долгинцево и Александрия ежедневно взлетают на боевые задания украинские самолеты и вертолеты армейской авиации. Всего, по данным российских источников, в наступлении планируется задействовать более 15 тысяч человек. Именно там были сфотографированы польские танки. Известно также, что на Запорожском направлении войска России усилились свежей танковой батальонно-тактической группой. Что касается Донецкого фронта, сообщается об атаке российскими войсками позиций ВСУ в зеленом поле. Однако атака эта была отражена. Продолжаются Борисомаренко и Авдеевку. Алексей Арестович заявил, что вчера Авдеевку атаковали три раза. Украинским силам удается удерживать оборону в этом месте с самого начала вторжения. Известно и о двух ракетах, которые в ночь на 13 мая российские войска выпустили по приграничному поселку Очкино в Сумской области. Эта зона сейчас находится вне фронта. Войска покинули ее месяц назад. Но сейчас отличемся от карт. Мы нашли интересный тред в Твиттере. Там автор сравнивает два подхода к танкам и танкистам. На примере советско-российского вооружения и западного. Так он показывает фотографии с башнями Т-72, которые при ударах отрываются и оказываются далеко от самого танка. И автор задается вопросом, а почему такого не происходит с американскими Абрамсами или немецкими Леопардами? Автор говорит, что дело в особенностях конструкции. У российских танков есть функция автоматического заряда снарядов, которые находятся внизу, в специальной карусели внизу башни. Благодаря этому танк получается более легким и компактным, а экипаж состоит всего из трех военных. В Абрамсе МЖ или в Леопарде их четыре. Там для функции заряда нужен специальный человек, заряжающий. Однако у конструкции Т-72 и других российских танков есть один, но очень большой недостаток, рассказывает автор. Экипаж сидит фактически на пороховой бочке, в то время как у Абрамса и Леопарда боекомплект хранится в отдельном отсеке за взрывоустойчивой дверкой. Конструкция при этом направляет взрывную волну вверх, минимизируя ущерб для самого экипажа. С технической точки зрения это решение хуже, ведь приходится вручную заряжать орудия, да и танк становится больше, выше, тяжелее, в него проще прицелиться, и он может ездить только по мостам, способным выдержать его вес в 60 тонн. Для сравнения, российские же танки весят примерно 45 тонн. Но зато конструкция западных танков значительно повышает выживаемость экипажа. При этом группа из четырех человек может даже лучше наблюдать за противником, и главное, вчетвером намного легче обслуживать тяжелую машину, например, если нужно поменять гусеницу. И в принципе понятно, какой подход более правильный с этической точки зрения, но какой лучше с военной. Автор ссылается на американских военных экспертов, говорит, что в плане военной эффективности выживаемость экипажа важнее, чем другие характеристики. Танки можно заменить, произвести новые, а вот найти для них хорошо обученных и натренированных военных гораздо сложнее, и времени это занимает гораздо больше. Кроме того, американские и немецкие танки намного удобнее и энергономичнее внутри, пишет автор. После пяти боев экипаж Абрамса будет менее изнурен и более боеспособен, чем экипаж Т-72 или Т-80. Вот такие вот два разных подхода. Но война — это не только движение фронта, пантомные переправы и конструкции танков. В первую очередь это бессмысленные страдания и смерть. На днях журналисты СНН опубликовали видео с камер наблюдения, снятые в окрестностях Киева. На запись попал момент убийства двух мужчин — владельца и охранника автосалона. Телеканал рассказывает, что сначала пятеро российских военных пытались проникнуть внутрь здания, не стреляли по замкам и били стекла. Затем к ним с поднятыми руками подошли гражданские. Их обыскали, и после короткого разговора мужчины стали возвращаться на пост охраны. И тут двое военных расстреляли их со спины. СНН сообщает, что хозяин автосалона погиб сразу, а 68-летний охранник Леонид Пляц перевязал ногу, добрался до поста и вызвал помощь. Но пока она ехала, Леонид тоже скончался. Военные в это время разворовывали салон. Историю Леонида Пляца рассказала его дочь. Также журналисты обращались за комментарием и к российскому Минобороны, но ответа не получили. В четверг Сенат США должен был проголосовать за второй большой пакет помощи Украине почти на 40 миллиардов долларов. Лидеры демократов и республиканцев собирались принять законопроект по ускоренной процедуре. Однако один сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки выступил против, чем затянул принятие закона. Событие получилось настолько резонансным, что о нем написали почти все. Мы сосредоточимся на том, что об этом сказали Washington Post, Wall Street Journal и Guardian. Washington Post напоминает о контексте. На этой неделе Палата представителей, это нижняя палата парламента США, утвердила пакет помощи Украине. И президент Байден хотел увидеть документ у себя на столе к концу недели. В письме к законодателям госсекретарь и министр обороны также присылали принять законопроект как можно скорее. Ведь предыдущий фонд помощи Украине закончится уже к 19 мая, из-за чего предполагалось принять новый по специальной ускоренной процедуре. Она предполагает, что закон должен быть принят единогласно и при этом не должно быть ни одного голоса против. Рэнд Пол как раз и выступил против, чем смог единолично затянуть на неделю принятие законопроекта. Как и почему он это сделал, рассказывает Wall Street Journal. Сенатор настаивал на том, чтобы прописать в законе условия, что надзор за выделенными Украине деньгами и оружием будет осуществлять специальный инспектор. Эта должность уже существует. Ранее этот же инспектор отвечал за восстановление Афганистана. Пол внес соответствующую поправку в законопроект. Он обосновывает свой поступок тем, что с деньгами американских налогоплательщиков нужно обращаться осторожно. Ведь, мол, он присягал на верность Конституции США, а не иностранцам. Между тем, поступок этот вызвал много критики, как за пределами Америки, так и внутри самой страны. Wall Street Journal объясняет, что вообще-то механизмы контроля за финансами и военными средствами уже предусмотрены, и на них выделяется почти 5 миллионов долларов со стороны Украины. В связи с чем и непонятные мотивы Пола по затягиванию законопроекта. Guardian приводит комментарии коллеги Пола, сенатора от штата Кентукки МакКоннелла. Он отмечает, что Украине помощь нужна немедленно. Вторжение России в Украину заставило все страны Европы задуматься и о собственной безопасности, и о боеспособности их армий. Об ошибках, на которых учатся вооруженные силы Франции, написали сразу два французских издания «Le Progrès et Le Croix». Генерал Тьерри Буркарт, начальник главного штаба вооруженных сил Франции, говорит, что российская армия не была готова к затяжной войне. Возникает вопрос, а будут ли к ней готовы другие страны. Французские политологи и эксперты проанализировали боевые действия в Украине и пришли к неутешительному выводу. Сейчас Франция готова к внезапному нападению, но долго выстоять не смогла бы. По мнению военного историка Мишеля Гая, французская армия истощилась бы спустя 40 дней после вторжения. Это заставляет задуматься о преобразованиях. Например, важную роль в боевых действиях играют беспилотники, артиллерия и разведка с помощью спутников. Но во Франции нет подобных ресурсов. Но даже если они вдруг появятся, местная армия будет не готова сразу их использовать. Придется провести серьезную реструктуризацию. Еще один важный пункт – социальные сети, интернет и связь. По мнению генерала Буркхарда, солдата нужно вооружить не только автоматом. Нужен телефон со специальными военными приложениями, защищенный автономной сетью, системой передачи данных для вызова помощи и поиска раненых. Но одного вооружения и современных технологий недостаточно. Нужно инвестировать в обучение самих солдат, в наем персонала, в создание новых видов войск. В нынешних условиях реализовать это будет непросто. Ведь для осуществления такого масштабного плана придется отказаться от проведения операций и боевых действий, чтобы сосредоточиться на реорганизации. А сейчас армия Франции участвует в операциях против терроризма, как на территории страны, так и за границей. И если, по мнению журнала Le Croix, французская армия сосредоточена на внутреннем преобразовании, то журнал Le Progrès обращает внимание и на тактическую подготовку. Что делать при осаде городов? Как наладить логистику в тылу? Автор статьи в Le Progrès считает, что в организации, например, долгосрочного хранения продуктов и работы складов, может быть полезным опыт работы во время пандемии. Также стоит подумать и о безопасной автономной связи. За образец можно взять американскую сеть Starlink. Не стоит забывать и о коллективной безопасности. Европейские страны явно намерены укреплять свои соседские отношения. Исходя из всего вышеперечисленного, по мнению генерала Буркарда, Франция явно не стремится опустошать свои военные ресурсы и направлять технику в Украину в это неспокойное время. Скорее наоборот, Франция сосредоточится на развитии и укреплении своих вооруженных сил. По данным Международного энергетического агентства, нефтяные доходы России в этом году выросли на 50%. Они приносят стране ежемесячно до 20 миллиардов долларов. Вроде бы удивительно, но вот в Блумберге утверждают, что объяснение этому лежит прямо на поверхности. Пока ЕС сокращает закупки и вообще готовится к полному отказу от российских ресурсов, Китай и Индия пользуются моментом и наоборот наращивают импорт. В агентстве считают, что эта тенденция будет только расти. «Экономист» подсчитал, как отразятся санкции на экспорте и импорте России. Журнал пришел к выводу, что пока эмбарго окончательно не вступит в силу, Путин успеет накопить на продолжение войны. Несмотря на заморозку части финансовых резервов и уже действующие западные санкции, Россия по-прежнему получает около миллиарда долларов в день от экспорта энергоресурсов. Страна перестала публиковать торговую статистику, но эксперты из журнала «Экономист» суммировали данные восьми крупнейших партнеров России. И цифры эти показывают, что после начала боевых действий в Украине российский импорт сократился почти вдвое, а вот экспорт наоборот увеличился на 8%. Падение импорта объясняется тем, что усложнился процесс закупки товаров на Западе. Из-за отключения SWIFT банки не могут проводить платежи, ну и, конечно, важную роль сыграли сбои в логистике и нестабильный курс рубля. А вот российский экспорт при этом чувствует себя вполне неплохо, пишет «Экономист». Нефть и газ торгуются без перебоев, да и цены на них растут. Аналитики предсказывают, что доходы России превысят расходы в рекордные 250 миллиардов долларов. Это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Автор материала говорит, что Западу пора задуматься о новых, более жестких санкциях. Ведь если ЕС объявит о постепенном отказе от российской нефти, в этом году импорт сократится только на 19%, и в полном объеме эти меры заработают не раньше следующего года. К тому времени у Путина будет достаточно денег, и он сможет воплощать все свои военные замыслы. Торговые санкции против России вступили в силу, но провозить товары между Востоком и Западом как-то надо. Международный корреспондент Индепендент Борзу Дорогахи сообщает, что новым торговым маршрутом в условиях войны в Украине стал Иран. Это очень заманчивое направление. Так, длительность перевозок между Европой, Западной Азией и Ближним Востоком сокращается с шести недель до шести дней. Но здесь, правда, не все так просто. Во-первых, чем больше грузовых маршрутов проходит через Иран, тем больше он сам погружается в международную экономику, отмечает корреспондент Индепендент. А это, вообще-то, противоречит многолетним попыткам США ограничить влияние Тегерана. Страна находится под санкциями более 40 лет за разработки ракетных и ядерных программ. Во-вторых, согласно законодательству США, продукт, проходящий транзитом через Иран, будет все равно считаться иранским. Поэтому в теории на него тоже накладываются санкции. Но если поставщики расплачиваются не долларами, а какой-нибудь другой валютой, то ограничений можно избежать. Дело в том, что сейчас Америка слишком обеспокоена войной в Украине, поэтому ее внимание рассредоточено. Эксперты Индепендент утверждают, сейчас Байден не в том положении, чтобы разбираться, как там проходят торговые пути. Иран вступил в логистические отношения с другими государствами еще в прошлом году. Тогда Тегеран стал катализатором дружбы между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сейчас этой же лазейкой пользуются страны Центральной Азии. Ну а что еще делать, когда начинается хаос за новых ограничений? Морская перевозка дорожает, а сухопутные маршруты через Евразию слишком дорогостоящие и рискованные из-за войны и санкций. Прекращать поставки нельзя, иначе возникнет глобальная инфляция, а мировая экономика не получит шанса оправиться после кризиса, связанного с пандемией, считают в Индепендент. В Блумберг вышла статья Леонида Бершицкого. И в этот момент хочется напомнить, что когда мы рассказываем о статьях, мы пересказываем мнение автора этой статьи, а не высказываем свое собственное. Так вот, эта статья посвящена нерешительности Германии на фоне войны. По мнению автора, хотя изначально заявления и поступки руководства страны могли показаться незначительными, сейчас она явно вышла из зоны комфорта и начала активно помогать Украине. В статье автор объясняет, почему Германия действовала так инертно. Олаф Шольц – один из немногих западных лидеров, кто еще не был в Киеве после отступления российских войск, отмечает Бершицкий. При этом он подчеркивает, что канцлер все-таки решился на поставку тяжелого вооружения, несмотря на большую общественную дискуссию на эту тему в самой Германии. Там до сих пор есть сомнения по этому вопросу, а газовое эмбарго немецкий истемблишмент даже не обсуждает всерьез. Статья также описывает чувства украинцев, которые сожалеют об отсутствии энтузиазма у немцев. Особенно бурную реакцию в украинском обществе вызвал запрет Берлина на демонстрацию украинских флагов 9 мая вблизи военных мемориалов. Стоит отметить, что аналогичный запрет действовал и на российскую символику. Может показаться, что немцы недостаточно поддерживают украинцев в их борьбе против России. Однако автор уточняет, что немецкие политики высказываются достаточно критично и желают победы Украине. Осторожность при этом они проявляют, понимая, что даже с проигравшей Россией придется иметь дело, как минимум из-за ее размеров и двух миллионов русскоязычных граждан. Далее логику описывает автор, мол, немцы знают, что из-за раскромленной или даже униженной России получится очень неудобный сосед. Это видели, например, после революции, когда Россия потеряла значительную часть территории и уже в новом облике СССР отвоевала их обратно. Журналист вспомнил и об эпизодах, произошедших во время развала Советского Союза. Тогда, как показывают рассекреченные теперь материалы, канцлер Коль уговаривал страны Балтии отказаться от полной независимости от СССР. Кроме этого, он предлагал Горбачеву помощь в диалоге с Украиной для сохранения над ней власти Москвы. Немецкая элита задается вопросом, не станет ли унизительное поражение России в войне тем, чем был Версальский договор для Германии. После Первой мировой войны он стал катализатором еще более катастрофического возрождения национализма, империализма и нацизма. Еще раз отмечу, что все это мнение автора статьи и то, как он понимает логику в немецком обществе и у немецких политиков. У вас мало времени? А у нашего любителя Ютуба много. Поэтому мы снова посмотрели для вас весь Ютуб. И вот что там нашлось. Адвокат Илья Новиков в эфире канала «Популярная политика» рассказал о правовых аспектах суда над военными преступниками. Илья отмечает, что сейчас нет готовой процедуры и многое будет зависеть от того, где состоится этот суд. Судьям придется думать, какой закон применять – украинский, российский или опираться на международные конвенции. Новиков предполагает, что многих военных преступников будут судить все же обычные украинские районные суды, потому что в украинском праве нет отдельной ветки судов для таких преступлений. Возможно, будут созданы квазисудебные процедуры. Через них пройдут солдаты, по которым не будет доказательств персональной ответственности, точно так же, как это было в послевоенной Германии. В эфире канала «Майкла Накия» журналист «Медузы» Глеб Голов рассказал об устройстве фильтрационных лагерей, через которые проходят украинцы при въезде в Россию. Глеб пообщался с теми, кто там побывал. Фильтрационный лагерь – это как большой погранпункт на тысячу людей, но с плохими условиями. Задача такого лагеря – проверка насильно эвакуируемых. Люди проводят там в среднем по 10-12 часов на ногах, но некоторых задерживают на несколько суток. Особенно пристально проверяют мужчин. Их часами допрашивают, берут отпечатки пальцев, ищут татуировки, читают переписки в телефонах. Хотя строгость процедуры сильно зависит от того, кто именно проводит допрос. Глеб Голов рассказывает, что некоторые из российских силовиков и военных проводят его с пристрастием, прямо издевательством и даже садизмом. После фильтрации люди едут дальше на территорию России. Те, у кого есть возможность, стараются выехать подальше в другие страны. На канале «Настоящее время» генеральный директор Азовстали Энверт Скитишвили рассказал о многоэтажном подземном техническом городе и запасах еды и воды на территории комбината. Азовсталь, как и другие металлургические предприятия, по архитектурным требованиям Советского Союза имеют бомбоубежища. Всего их 34. Кроме этого, есть требования к техническим тоннелям, соединяющим эти бомбоубежища. Их суммарная длина только в одном цехе более 5 километров. Скитишвили рассказал, что после первого обстрела города еще в 2014 году руководство начало приводить в готовность подземные коммуникации. Сотрудников научили ими пользоваться, а также сформировали там запасы воды и еды. На канале «Живой гвоздь» вышло интервью посла Латвии Мариса Рексенша Алексея Венедиктова. Обсудили введенные санкции и их влияние на рядовых граждан России. Посол сказал, что санкции вводятся, чтобы затруднить финансирование российской агрессии в Украине, а также повлиять на Россию в целом. Есть разные взгляды на коллективную ответственность, но западные дипломаты отмечают, что, судя по опросам, довольно много россиян поддерживают войну. При этом ввести точечные санкции, которые касались бы только этих людей, довольно трудно. Марис отметил, что Латвию не радует экономический спад России, потому что мы, как соседи, имеем крепкие торговые связи. До сих пор сохраняется железнодорожное сообщение между странами, эмбарго на торговлю не введено, только ограничения по отдельным категориям товаров. Но Латвия не может отступить от принципов и поддерживает меры, введенные против России. Зачем следим сегодня? Во-первых, за отношениями России к Финляндии. Сегодня Россия может прекратить поставки электроэнергии в Финляндию, и об этом сообщил финский национальный оператор электросетей Фингрид. Торговля будет приостановлена из-за сложности с проведением платежей. Финской компании утверждают, что восполнить нехватку электроэнергии могут поставками из Швеции и работой внутренних электростанций. Кремль также прокомментировал и вчерашнюю новость о прекращении поставок газа в Финляндию. Дмитрий Песков назвал эту новость уткой и отметил, что «Газпром» неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы в Европу. Накануне финская газета «Илталехтия» написала, что Россия отключит газ Финляндии в ответ на ее намерение вступить в НАТО. В свою очередь, Финляндия собирается закрыть погранпункты с России. И это обсуждалось на заседании парламента. Из-за введения коронавирусных ограничений часть контрольно-пропускных пунктов и так не работала. Но в случае роста угроз со стороны России закроют оставшиеся. Погранпереходы с Финляндии – это одна из немногих возможностей попасть из России в Евросоюз по земле. Визэйр начинает предоставлять 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев. Акция действует по визовой программе британского правительства «Жилье для Украины» и действует у нас с 14 мая по 15 июня этого года. Добраться до Великобритании можно будет из Польши, Болгарии, Словакии, Венгрии и Румынии. И уже сегодня в Турине состоится финал Евровидения. Букмекеры пророчат победу украинской группе «Калуш Оркестра». Россию отстранили от участия из-за вторжения в Украину. И не будем забывать о котиках. Из-за войны в Украине страдают не только домашние любимцы, но и питомцы в зоопарках. К счастью, животных готовы приютить в других странах. Например, украинское движение по борьбе за права животных U-Animals сообщает, что из Харькова в Польшу вывезли двух львов. Туда же перенаправили трех медведей из Черниговской области. Но некоторые животные направляются и в более далекие экзотические страны. К примеру, зоопарк Индии готов принять двух представителей семейства кошачьих – ягуара Яшу и пантеру Сабрину. Ягуара Яши 20 месяцев, а пантере Сабрине 6. Яши считается очень редким и дорогим представителем своего вида, ведь он – гибрид самца-леопарда и самки-ягуара. Животные росли в зоопарке Киева. Еще до вторжения России в Украину за ними ухаживал индийский ветеринар доктор Гири Кумар Патил, известный под псевдонимом Ягуар Кумар. После начала войны он отказался покидать Украину без своих любимцев. Сейчас правительство Индии работает над планом эвакуации. Вероятно, животных направят в зоопарк в городе Майсур, который считается одним из древнейших в стране. Доктор Гири Кумар Патил собирается продолжить уход за питомцами после переезда. Если вам нравится то, что мы делаем и наши выпуски, поставьте лайк, это очень сильно помогает в продвижении роликов. И снова напоминаю про подписку. А на этом все, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok